В круге света. Здравствуйте, добрый вечер. После долгого отсутствия мы наконец-то воссоединились с Светланой Сорокиной. Добрый вечер. Месяца два, по-моему, вместе. Да, не виделись давно. Ну, теперь надолго мы с вами. И сегодня у нас такая животрепещущая тема России-Украины. Возможен ли диалог, навеянный последней статьей Дмитрия Медведева в Коммерсанте. Гостей представь, пожалуйста. Гостей представлю, не волнуйся, значит, и с удовольствием представляю наших гостей. Частого гостя Романа Цымбалюка, это шеф-корреспондент Украинского информационного агентства «Униан». И редкого гостя, по-моему, на эхе Москвы давно тебя я не слышал, здесь Константин Федорович Затулин, который я поздравляю с первым днем работы Думы нового созыва. Спасибо. Спасибо вам, что вы ответили на нашу просьбу. Здравствуйте, уважаемые наши гости. Действительно, накануне визита Виктории Нуланд, а судя по всему, в повестке есть вопрос об Украине, поскольку она завтра встречается с Козаком. И вот накануне буквально визита Виктории Нуланд выходит статья Дмитрия Анатольевича Медведева, которую, напомню, наш бывший президент, бывший премьер-министр, а ныне зампред Совета безопасности Российской Федерации. И статья эта вышла в «Коммерсанте» и лично меня повергла в некоторое изумление. Вот сначала хотел вас спросить просто всех о том, какое у вас впечатление от прочтения этой статьи. Я была изумлена. Могу объяснить, почему. Дело в том, что уже довольно много лет назад, когда Дмитрий Анатольевич был президентом, я входила в Совет по правам человека при президенте. И мы с ним встречались неоднократно. Это были дежурные встречи такие с Советом. И мне он казался человеком вполне себе интеллигентным, опять же, юрист. Он хорошо, грамотно говорил, никаких каких-то не замечал за ним склонностей к сниженной лексике или что-то в этом духе. И вдруг вот эта статья, написанная как будто бы не им, а кем-то совершенно другим. Я в изумлении. Ваши впечатления, пожалуйста. Константин Федорович. Ну, у меня, я уже успел об этом сказать. Скажите нам еще раз. Я московскому комсомольцу. Двойственные впечатления. Чувства, Дмитрий Анатольевич, я разделяю. Стилистику не во всем, а с выводами я не согласен. Об этом позже. Хорошо. Роман. Вы знаете, нечестный документ получился по той причине, что его корректировали уже после публикации. Вы исправляли грамматические ошибки. Там вот это превью, знаете, вот этот про козу, про волка. Да, вообще странный превью. Если я читал этот текст на украинском языке, то там было в одном предложении три грамматических ошибки. Мне кажется, для человека, занимающего такую должность, можно было бы Януковичу позвонить, они хорошо знакомы, чтобы он подсказал, как это сформулировать. Ну а текст, ну что, классные слова там есть, там дебильная крымская платформа, там что-то ублюдочное и все остальное. Прекрасно. Нацки. Вы знаете, чем больше нас так будут называть, тем меньше иллюзий будет у Украины. Хотя этих иллюзий уже нет. Просто вашим языком написана статья. Вашим языком. Мне кажется, это уже наш язык. Вы знаете, в части, если мы говорим о крымской платформе... Мы говорим о вашем языке, в том числе лично вашем. Сколько раз вы это уже демонстрировали в своих собственных материалах, и тут вдруг удивились. Кто-то вам ответил в таком же стиле? Да нет проблем, мы можем держать удар в любом стиле, просто вопрос в том, что если вы меня сравниваете с заместителем секретаря Совета Безопасности России, то мне, конечно, это льстит. Я приму это на вооружение. Все-таки бывший президент – это не кто-то, кто ругается на все четыре стороны на каком-нибудь ток-шоу, где мы уже привыкли. Нет Симбалюк. Нет Симбалюк. Нет Симбалюк, я хочу сказать, что для меня изумление. Что человек такого уровня позволяет себе такую сниженную лексику? Ну, вы как будто бы не слушаете, не читаете или не знаете, какой лексики прибегают на самом деле на Украине. А я знаю, какой лексики прибегают у нас. Я сказал, что я стилистику далеко не во всем разделяю, и сам ею не пользуюсь. Как правило, во всяком случае, ну, может быть, кто-то мне что-то процитирует из меня, чтобы свидетельствовало о другом. Но я могу сказать, что удивляться на Украине стилистике, которая выражена была в статье Медведева, ну, это значит просто удивляться самому тому, что происходит на Украине, когда речь заходит о России. Вы послушайте, что они говорят, причем на самом разном уровне, на официальном, на неофициальном, депутаты, советники, сам Зеленский. Грязный газ, который мы поставляем, это кто говорил? Это Зеленский говорит. Ну, про газ-то можно сказать, что он грязный. Ну, да, ну и заодно требовать. Так мы предлагаем очистить его путем транзита через Украину, а вы не хотите. Требовать при этом ультимативно, чтобы этот газ транзитировался через Украину. Это же логично все, логично, просто логика отдыхает. Давайте вернемся к статье, и вопрос тогда следующий. А зачем вообще эта статья была, как вы полагаете? К чему бы этот выплеск эмоций? Ну, эта статья, я думаю, я не знаю, зачем она была. Можно, я не хочу сейчас размышлять в духе того, что сразу стала темой, что вот Медведев пытается обратить на себя внимание. Как правило, это пишут обо всех, кто выступает каким-то образом так, ну вот, резко, неожиданно. Это пускай сделает кто-то другой. А я хочу сказать, что статья, по всей видимости, трудно отделаться от впечатления, что она была помещена в Коммерсанте именно в связи с приездом Нуланд, поскольку в этой статье выражена мысль, что с вассалами говорить не о чем, надо говорить с Сюзереном. Сюзерен как раз и его представитель приезжает. Поэтому это трудно одно от другого делить. Во-вторых, эта статья, на мой взгляд, вызвана, конечно, накопившимся раздражением от того, что мы слышим и видим на Украине, когда дело касается перспектив любых контактов и переговоров даже на высоком уровне. Ну, заметьте, что никто-нибудь, а ваш министр иностранных дел, дорогой Роман, исключительно часто рассказывает о том, как с позицией силы будет Зеленский разговаривать с Путиным. Я не знаю, откуда у вас такая позиция силы взялась, вот как-то я не замечаю эту силу, но это довольно плохой рецепт для того, кто ищет встречи с другим президентом. Совершенно точно ни на какие ультиматумы Путин уж со стороны Зеленского не поддаст. Ну, давайте Роману дадим слово. Ну, я даже не знаю, где вы в Виктории Нуланд рассмотрели Сюзерена, тем более, скорее всего, она приехала в Москву без печенья. А что касается возможной встречи... Печенье это к вам, это не к нам, вам печенье не нужно. Знаете, ну, министры иностранных дел разные вещи говорят, ваш визави Дмитрия Кулебы тоже не отстает, но если стороны хотят наладить какие-то отношения, контакты, еще что-то, они это сделают. Но, к сожалению, это не наш случай. В последние все месяцы вы хотите наладить контакты в том стиле, в котором вы это делаете? Насколько я понимаю и вижу эту ситуацию, никаких переговоров, тем более на высшем уровне между Украиной и Россией, не предвидится. Если стороны не могут даже обсудить повестку дня будущих переговоров, ну, конечно, можно поздравить нас с тем, и, кстати, вас, как представителя российской власти, дошли мы очень глубоко, главное, чтобы не хуже. Да куда уж хуже-то? Ой, есть куда. Да, я и знаю. Ну, конечно, вы же не смотрите российское телевидение. Послушаешь там, о-го-го, территориальные претензии. Хуже того, они не смотрят и украинское, уж там уж совсем о-го-го. Ну, дело в том, что, Константин Федорович, в том-то все дело, вот вы как бы неприятно, что вы свою страну сравниваете с нашей. Конечно, сравним. Кто из нас больше и сильнее, если на то пошло? Конечно, если у вас и экономический, и военный потенциал значительно сильнее, то чего бояться Путину на переговорах с Зеленским? А получается, ну, вот с украинской точки зрения, что, ну, как бы, я понимаю, что обсуждать объективно нечего, потому что по ключевому вопросу войны и мира никаких уступок не будет ни с вашей стороны, ни с нашей. И все остальные участники этого политического процесса пускают пыль. В чем проблема с войной и миром? Объясните, пожалуйста. Вот вы воюете с Россией или нет? По сути, да. По сути, да? Но объявите войну России. Почему не объявляете? Вы назвали ее страной-агрессором? И от страны-агрессора требуете, чтобы она прокачивала как можно больше газа через ваш газопровод? Чтобы его очистить, чтобы он не был таким грязным. Ну, и кучу пуху можете рассказывать кому угодно. Особенно хорошо, если вы энергетикам будете рассказывать, не в этой аудитории. Зачем? Вот где логика? Объясните. У этой страны, которая-агрессор, требовать, причем навлекать на нее санкции за то, что она вот не будет поставлять газ и так далее. На войне как на войне. Да это не на войне как на войне. Все средства хорошие. Это просто отражение характера украинского государства, которое, к сожалению, слабое, зависимое. И при этом хочет выглядеть сильным, могущественным. Сальдо взаимной торговли упало во много раз. Вашими усилиями. Упало, но дело в том, что оно для России позитивное. То есть вы торгуете с нами больше, чем мы с вами. Поэтому вот эти вот претензии. Но если у вас есть что предложить, давайте мы купим. Поэтому вот эти вот претензии в части, что вы хотите... Я хотел спросить, скажите, пожалуйста, чем газ от угля отличается с точки зрения того, продавать его на Украину или нет? Вот Медведчука судят, как я понимаю, или хотят судить за то, что он покупал угол и продавал его. Уголь. Между прочим, тот самый уголь, который добывается на украинской же территории. Мы, кстати, ее не признаем. Ни ДНР, ни ЛНР, как известно. Это очень хорошо, что вы это сказали. Только вы до юра не признаете, а де-факто вы признаете. Так вот, я, минуточку, Медведчука за это хотят судить. При этом от России требует, чтобы она увеличила поставки газа через Украину. Вот объясните эту логику, и мне будет все понятно. Во-первых, требуют поставки увеличить все, в том числе европейские потребители. Вы про себя говорите, не за европейцев. Все время вы о ком-то другом. Вы там за всю Европу, за Европейский Союз. Объясняйте ему, как ему надо жить, что надо, то что делать. Кстати, Федорович, на вас послушайте. Вот эта вот зависимость газовая Украины и взаимозависимость России, это что теперь дает основание? Нет, ну уже взаимозависимости нету. Но есть необходимость, чтобы российский газ прокачивался. Ну и что, это обосновывает любое хамское теперь отношение к этой стране? Секундочку, я про хамское отношение ничего не говорил. Я говорил о том, что ищу логику в действиях государства Украина. Не в статье, а в официальной политике. Вы нашу логику хорошо видите? Выгода, экономическая безопасность. Что в данном случае содержится в статье Медведева, там речь идет исключительно о том, что на высоком уровне пришли к выводу, что не о чем говорить с нынешним украинским руководством. Это я могу подтвердить, потому что все поведение украинского руководства об этом свидетельствует. Украинское руководство нынешнее завело окончательный тупик российско-украинские отношения, потому что даже в отличие от предыдущего, Порошенко поставил во главу угла не вопросы Донбасса, умиротворения на Донбассе, а поставил во главу угла так называемую Крымскую платформу. То есть, тот, кто ставит Крым во главу угла наших проблем, тот заведомо заводит в тупик любые переговоры. Сейчас мы остановимся, должны на одну минуту на рекламу идти, после этого продолжим. Но, к сожалению, не Украина Крым придумала. Крым вообще никто не придумал. Крым вообще существовал как единица, он всегда существовал. Как проблема. Как проблема существовала. И крымчане существовали, их целых 2 миллиона. Роман, а как вообще на Украине восприняли статью? Она какую-то имела отголосок? Или нет? Ну, все откомментировали это. Комментировали, да? Понимаете, так много сказано было в адрес друг друга, что я не вижу, чтобы этот текст как-то выделялся из общего формата. Вот видите, а вы думаете, что это какое-то хамство. Нет. Что это? Ну, вы вот возмущены, удивлены, изумлены. Она изумлена тем, что это позволил себе Дмитрий Медведев. Люди такого уровня не должны выражаться таким образом. Тем более, она в принципе плохо написанная. Такая дурацкая статья. Тут ничего не могу сказать. У каждого свой стиль. Зачем вот эти документы так вот? Это сразу значит документы читать. Зачем было опять к войне обращаться? Когда я прочитал документы, думаю, наверное, это вот так. Какое отношение Зеленский имеет к каким-то там этим? Я не знаю, к военным каким-то проблемам прошлым. Оказывается, это совсем не о том. Он пытался, как мне кажется, надо сбить. Давайте сюда сейчас, когда начнем. Но я не досказал все-таки. Одну вещь. В круге света. И мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня об отношениях России и Украины. И здесь в студии, как раз у нас в студии, живьем Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН. Редкость, правда, потому что все время сейчас онлайн работаем. И Константин Затулин, депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ. Остановил на полусловии, но, собственно говоря, главная мысль была сказана. Идея этой статьи в том, что нельзя продолжать диалог с нынешними украинскими власти. Я хочу сказать, что эта идея, это только часть вопроса, на самом деле, об отношениях России и Украины. Потому что если диалог с высшим руководством Украины сегодня бесперспективен, это не значит, что необходимо, как сказано в статье, просто сидеть и ждать. Вот с этим я не согласен абсолютно. Вот на этом пока остановимся, а потом продолжите. Вся проблема нашей политики на Украине на протяжении лет состояла в том, что пытались договориться на высоком уровне, пытались в лучшем случае договориться с бизнес-элитой, но никогда не думали о том, что надо вообще обращаться напрямую к людям, которые думают, может быть, совершенно иное. Попытки такого рода деланы. Ну вот Путин, например, написал статью о русских и украинцах как одном народе. Тоже можно спорить. Один народ или два народа. Но, во всяком случае, это другой подход. Здесь об этом ничего. Вот это плохо. И это в данном случае изъян этой статьи, с которым я не могу никак согласиться. Роман. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что современному российскому государству, кроме неприятностей простому гражданину Украины, предложить нечего. И история даже оккупированных частей Донбасса об этом говорит. Где простому человеку совсем не сладко и неудобно. И да, там российский флаг, но почему-то народ оттуда уезжает с какими-то рекордными темпами. А как с Украиной? Там народ приезжает на Украину? В целом. Значит, эти два вопроса, они не связаны. Вот это интересно. Почему же это? Секундочку, ну дайте сказать, Роман. Значит, территория, которая оказалась де-факто под российским управлением, людям ничего не дала. Если вы считаете хорошим... Вы о Крым или о Донбассе? В первую очередь о Донбассе. А в Крым приезжают или уезжают оттуда? Подождите. Украинцы многие уезжают. А то, что из Российской Федерации на оккупированную территорию переселяются, это совсем грубая история. Оккупированная это Крым или Донбасс? Крым и Донбасс. А, и Крым и Донбасс. Значит, на оккупированную Крым приезжают, а с оккупированной Донбасса уезжают. Вот так надо оценить? По сути, да. Послушайте, а что же нам в Крым-то приезжают? Почему? Я так думаю, что Россия настолько большая страна, что неблагоприятных условий и природных, и всяких других достаточно много. Послушайте. Плюс военные. Ваша страна теряет население все годы независимости из-за того, что никак не может наладить внутреннюю свою жизнь. Из одного кризиса в другой. Значит, у вас один президент ушел на разгар революции, которая называлась оранжевая, а другого сверли. Послушайте, а почему мы не добавляем им проблем? У них своих хватало. Зачем мы это ввязывались? Мы не добавляем им проблем. Их проблемы, на самом деле, не перетекают. Очень интересно, вы говорите, что-то предложить украинцам, это после чего? После Крыма и Донбасса? И что вы думаете, и как вы это будете предлагать? Каким образом? Это вообще не я предлагал, а только что предложил Путин увеличить транзит через Украину. Вы не слышали? Только что предложил заключить, и не раз уже предлагал прямой контракт, на что ваш гордый премьер-министр сказал, ни за что. Посмотрим. Ни за что, сказал Шмыгаль. Это было или нет? Вопрос с российским... Послушайте, вы сейчас беспокоитесь о том, что будете замерзать. Говорите, что может Россия предложить Украине? Ну, ясно, что мы не можем вам предложить русский язык, потому что вы сами, по-моему, от украинского собираетесь с кириллицом на латиницу перейдить. Нет, пока нет. Ну, пока нет, но, во всяком случае, такой лишний человек, как секретарь вашего Совета национальной безопасности, откровенно за это ратует, публично. Но мы вам этого не предлагаем. Русскую культуру, вы от нее отказываетесь. Ну, вот газ, например. Но он вообще грязный, он опасный. Тем не менее, он вам нужен для прокачки, но заключать с нами договор? Да ни за что. А где логика? Логика есть, потому что очень часто контракты с Российской Федерацией в этой сфере, они предполагают энный набор политических уступок. Каких? Возможно, и сейчас будет что-то подобное. Вот вы сказали насчет, чем отличается уголь от газа. Но видите, я еще могу добавить вакцину «Спутник». Почему-то все очень часто это предлагается в комплекте с Виктором Медведчуком. И это как раз говорит о политических уступках. Послушайте, ну, если мы когда говорили о статье Медведева, если вы позволите, я закончу. Я думаю, что этот текст появился не в связи с приездом Виктории Нуланд, а в связи с тем, что у Медведчука проблемы на работе в Украине. И Медведев и Медведчук на короткой ноге постоянно встречаются, созваниваются друг друга, поздравляют с победой «Единая Россия», например. Я об этом ничего не знаю, насчет встреч Медведчука с Медведевым. Это открыто происходит, когда он приезжает в Москву. В день, когда приезжает Нуланд и выходит статья, это логично предположить, что это взаимосвязано. Что касается треволнений и проблем Медведчука, то они не первый день продолжаются. Раньше почему-то Медведев по этому поводу ничего не писал, а сейчас написал. Поэтому, мне кажется, мое предположение ближе к истине. Давайте вернемся снова. Да, только выдвинули второе обвинение против Виктора Владимировича. Я вот не знаю, чем закончится суд, по-моему, придет прямо сейчас. И вполне возможно, его переведут из-под домашнего ареста в СИЗО. Возможно. Послушайте, вернемся к статье. Там действительно в этой статье вдруг в середине возникает некоторое количество документов, которые времен войны рассекречены и недавно из архивов вынуты. Вот это отсылка к временам войны, к тем, что какие-то украинские граждане участвовали в том числе в еврейских погромах и так далее. Вот к чему сегодня этот отсыл? Это для меня самое непонятное. Да нет, ну понятно, что украинцы виноваты во Второй мировой войне, они ее развязали. Сейчас Бандера, Шухевич, это страшнее Гитлера. По-моему, это таким образом можно трактовать. Именно российское государственное телевидение таким образом называет украинское руководство. Единственное, что непонятно, почему в России как-то выборочно эти архивы открывают. Ну, взяли бы открыли все, чтобы люди могли почитать, что там было в это время. А то... Нет, вообще, зачем в этой статье, если согласиться с доводами Константина Федоровича, то непонятны вообще документы, к чему они привязаны? Мысль какая-то? Они привязаны, вот я, понимаете, я, во-первых, не являюсь адвокатом Медведева, и если вы знакомы вообще с историей, то вряд ли я могу быть в качестве адвоката, понимаете, в качестве адвоката именно Медведева. В качестве историка я задаю. У меня были свои проблемы в отношениях с Битей Анатольевичем Медведевым, но это дело прошлое, и сейчас не об этом. Ты ему простился. Я сейчас не об этом. Вы пропустили один состав, раздумали. Я хочу сказать, что я нисколько не сомневаюсь, что Медведев вовлечен и прежде был вовлечен в дела с Украиной. Он и до того, как стать президентом, премьером, отвечал, курировал, как у нас говорят, как глава администрации отношений с Украиной. То есть, он не новичок в этом вопросе. Почему он привел эти, как мне кажется, я не знаю, можно было их приводить, можно нет, это вопрос, повторяю, стиля. Но, как я понимаю, причину, по которой он их процитировал, потому что, чтобы показать, что само по себе противоестественно, когда человек, который, ну, по крайней мере, до момента, как он стал президентом, не выглядел как шовинист, как националист, как человек, который считает возможным для себя подпевать всему тому, что происходит на Украине в связи с героизацией Бандеры, Шухевича и так далее, уж во всяком случае не борется с этим совершенно точно. Ради России или ради чего? Не ради России, а ради своего собственного здоровья душевного. Потому что, причем тут Россия? Мы не считаем Бандеру и Шухевича страшнее Гитлера, да не дай бог. Мы считаем просто, что само по себе то, что на Украине появились и Бандеры, и Шухевич, а у нас Власовы и Власовцы, это само по себе, но пятно на нашей репутации. И пятно на вашей репутации, но мы-то считаем это пятном и не собираемся реабилитировать Власова. А вы уже давно реабилитировали Бандеру. Остановите, пожалуйста. Я должен вас прервать здесь, потому что у нас новости в середине часа. Только Бандера почему-то войну провел в концлагере немецком. Еще раз приветствуем вас в программе «В круге света». Здесь Юрий Коваладзе, Светлана Сорокина, рядом с нами Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» и Константин Затулин, депутат Госдумы, директор Института стран СНГ. Говорим мы, как вы уже поняли, об отношениях России и Украины. После обсуждения, собственно говоря, подтолкнула вышедшая недавно статья Дмитрия Анатольевича Медведева, размещенная в газете «Коммерсант», которую мы, собственно говоря, и рассматриваем, из чего бы она такая появилась. Скажите мне, пожалуйста, вот мы заговорили о том, что там есть документы, отсылающие к войне. Вообще, вот к чему эти этнические поиски? Какие-то странные этнические поиски, отсылки, которые делает Дмитрий Анатольевич в этой статье. Как вы это воспринимаете, Роман? Мне кажется, что вот эта вот сама постановка вопроса, я так понимаю, они на этническое происхождение Зеленского намекают, но у нас свободная страна, и у нас украинцы разных национальностей, в том числе и евреи. И у нас частенько нас обвиняют в том, что у нас там что-то с антисемитизмом, но почему-то последние годы так случается, что люди с фамилией Зеленский или Гройсман занимают высшие должностные посты в нашей стране. Потому как, мне кажется, вот эти вот обвинения уже поэтому они смешны. Просто, вы знаете, понятно, что текст Дмитрия Анатольевича, он такой глубокий, и все там аспекты от НАТО до истории, все это проговаривается. Просто, когда он заканчивает текст словами, что Россия очень терпеливая, и мы подождем, когда придет какое-то другое руководство, пророссийское, я не знаю, когда оно придет, никогда, и поэтому не надо вести диалог с Украиной. Так этих переговоров нет, их до этого не было, и последних вот сейчас будет вторая годовщина вот этой встречи в Париже, поэтому, когда все так удивляются, что не надо вести России переговоры с Зеленским, с командой Зеленским. А вы что, вели? Не вели. И у нас все сводится, вместо того, чтобы обсуждать существенные вопросы о том, как жить хотя бы рядом, чтобы не воевать при этом, де-факто не воевать, потому что вот Константин Федорович говорит, что объявите нам войну, но почему-то люди, которые воюют против Украины на Донбассе, они уходят в российской военной форме и используют российское оружие. Откуда они его взяли? Ну, пойти в американской форме, используют американское оружие, что дальше? Это не так? Но они на своей территории. Подождите. И те на своей территории, они что, чужие там на своей территории? Нет, а, то есть, я правильно понимаю, что... Пластичники там, я правильно понимаю... Ушилины, они откуда-то завезенные, что ли? А Бородай, нет, вот он с вами в одной фракции. Бородай не на этой территории, Бородай сейчас депутат Государственной Думы, живет здесь. А как так получилось? Давным-давно. Администрацию в Донецке, приехал из Москвы, это у нас что, восстание шахтеров? Он у вас шахтер или тракторист? Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что у вас добрая часть министров приехали из Соединенных Штатов Америки, даже не обладая украинским гражданством и имея двойное гражданство, вопреки законам Украины, работали в Кабмине? Ну, как так получилось? Получилось так, что украинцы живут и в Соединенных Штатах, и на Украине. Точно так же и Бородай живут и в России, и на Украине. Вот так и получилось в результате распада Советского Союза, в частности. Это вас удивляет, но... Интересное сравнение. Я просто хотел всё-таки вернуться... Я всё-таки хотел... Мы можем вести себя кое-как, да? Послушайте, подождите, подождите. Он всё время ссылаясь на чьё-то поведение, мы можем в кое-как. Нет, а в каком вопросе такое как? В таком. Ну, в каком. Ну, в таком. Ну, вот Роман вспоминает историю трёх- или четырёхлетней давности, когда там даже больше. Семилетней давности. Больше летней давности для того, чтобы сегодняшний современный этап каким-то образом характеризировался. Дмитрий Анатольевич войну вспоминает, и это ничего. Подождите. Приехали россияне, захватили территорию, подняли там... Какие приехали россияне? Куда приехали и когда? А Бородай он не россиян? Бородай один взял и захватил территорию. А Стрелков? Стрелков вместе с Бородаем два человека захватили территорию. Они занимали соответствующие пасты. Понимаете, один был директором оккупационной администрации, другой – министром обороны. Слушайте, до тех пор, пока вы будете думать, что все, что произошло с Украиной, это очень характерно для вас. Вы никогда ни за что в своей жизни не отвечаете, в жизни Украины. Украинское государство никогда не виновата в своих проблемах. Всегда это проблемы, которые принесены. Я хочу сказать, что даже во времена Кучмы он рассказывал о том, что Украина – это футбольное поле, на которое играют Россия и Соединенные Штаты. Это был в устах президента Кучмы, который относительно благополучный, и что время теперь кажется чуть ли не золотой ветром. Я правильно понимаю, что ваши слова можно трактовать как признание факта, что Россия поставляет оружие и боеприпасы на неконтрольную часть Донбасса? Значит, мои слова надо трактовать так, как они произнесены. Вот я вам хочу сказать следующее. Что на самом деле, вот задан-то был вопрос, почему эта статья произошла и от чего она произошла. Она произошла просто для того, чтобы подчеркнуть, почему российское руководство сегодня уходит от переговоров, потому что смысла в них не видит. Потому что Украина не капитулирует и не выполняет российские желания. На самом деле, после перевыборов президента Украины были встречи, в том числе в нормандском формате, вы сейчас вспомнили, два года назад, и были взяты на себя обязательства, которые Украины не выполнены. Более того, Украина, с одной стороны, признает публично то, что надо выполнять минские соглашения, а с другой стороны, везде, на всех уровнях говорит, что мы их выполнять не будем, не можем и не хотим. И вы это, пожалуйста, отрицать не можете, потому что это факт. Значит, эти соглашения прошли через... Выполнять в российской интерпретации этого документа. Можно прочесть этот документ, и там интерпретация... Вот, это очень правильно, что вы предлагаете почитать текст, там нет в этом тексте никаких республик. И если вы говорите о... Мы про республики вообще ничего не говорим. Тогда нужно расформировать оккупационные администрации под брендом ЛНР и ДНР, и тогда, гляди-гляди, дело начнет... Ну, может быть, надо расформировать зависимое от внешних игроков правительства Украины. Может быть, и так можно поставить вопрос. Но на самом деле... У вас была попытка в 14-м году, 15-м, и она не удалась успехом. Это проблема, и это совершенно прав в этом Медведев. Вот в чём он прав совершенно, вы никогда по своим обязательствам не отвечаете. Вы всегда двулично себя ведёте. Это просто вошло в плоти ткань украинского политикума. Вы даже когда сбили ракетой самолёт при Кучме... Ой-ой, остановитесь, остановитесь, давайте уже не будем на территорию. Я думаю, вы разве не помните, что сказал тогда президент Кучма? Он сказал, это вообще ракета российская, она, видимо, украинского языка не понимала. И до сих пор не признали этот факт. Мы выплатили компенсацию без признания вины. Да, без признания вины. Вот это замечательная слова. Вы выплатили компенсацию людям, но не авиакомпании. Давайте вернёмся к нашим. Да, вернёмся к нашим вопросам. Подождите, давайте тему самолётов продолжим, это интересно. Секунду, секунду. Я не хочу заступать на эту территорию, потому что мы тогда убежден, а хочется успеть. По количеству сбитых пассажирских самолётов. А хочется успеть всё-таки поговорить о том, о чём начали. Вот смотрите, я даже, слушая вот ваше такое уже усталое переругивание, подумала, что действительно трудно себе представить, что возможны хоть какие-то переговоры и какие-то новые возможности. Ну, нет ли у вас ощущения, что... Извините, Светлана, вот Константин Фёдорович говорит, что вы там чего-то не выполняете, да какие-то взятые договорённости. То есть, здесь мы видим, здесь не видим. Одни документы мы, подписанные с Украиной, считаем, что это уже не важно, большой договор, там ещё что-то. Бог с ним. Большой договор, по-моему, вы динонсировали. Это вы обоём говорите? Это уже история. Он не помешал вам оккупировать Крым и потом не помешал оккупировать Донбасс. Я просто хочу сказать, что... Вы считаете, что вы что-то не выполняете, а то, что территория части Украины контролируется Россией путём военного вторжения, это вы почему-то выносите за скобки. Или вы... О какой территории вы говорите? Я говорю о... Ну, давайте, раз вам не нравится говорить о Крымской платформе и Крыме, давайте поговорим о Донбассе. Мы же... Что? А вы не знаете, как подписывались Минские соглашения? Российская армия штурмовала украинский город Дебальцево, ну и взяла его, да, разрушив до основания, до сих пор там жизнь восстановить не могут или не хотят. Но это касается всей части Донбасса. Это было привнесённой с российской стороны агрессией, которая не имела ничего общего с действиями самой Украины, которая развязала на самом деле на Востоке боевые действия. Послушайте, это мы бомбили Луганск или вы? Луганск это ваш город. Вы его бомбили или нет? А вы не бомбили? Нет, не бомбили. А, то есть вы просто стреляли. Ещё раз говорю. Вы стреляли из Луганска по украинским позициям, из жилых районов. Вы бомбили Луганск самолётами. Это же было. Вы начали военные действия полномасштабные против части собственной территории. После того, как произошло всё то, что произошло с Крымом. Правильно. А вы хотели, тоже после того, что произошло с Крымом, что там говорил президент Россия? Он говорил про Новороссию. А что там произошло с Крымом? Вы до сих пор будете, Роман, рассказывать нам, что Крым мы оккупировали, заставили под дулами автоматов все проголосовать на референдуме. Вы эту чепуху будете продолжать или нет? Я там был, я это знаю, что там было. Ну, вы знаете, если учесть, как голосовали лично за вас крымчане после всего этого, и вы набрали там, если я не ошибаюсь, 2%, то... Нет, вы ошибаетесь. Я не набрал там 2%. А сколько? А сколько? Да, 30% я набрал, если вы имеете в виду выборы в ЗАГС-собрание города Севастополя. Учите матчасть, прежде чем выходить в эфир. Значит, я хочу сказать, что вы попробуйте объяснить всей Украине и самому себе, что же это за государство такое успешное, которое в результате своего руководства, независимого, частью своей территории, называется Республика Крым, пришло к тому, что в 2014 году 2 миллиона человек почти проголосовали за то, чтобы уйти из этого государства. Это разве не вердикт? И вы будете рассказывать, что мы их заставили штыками это сделать? Я вам хочу сказать, что про российские нас... Вы врете все время про это. Про оккупированный Крым вы врете. И что вы считаете, что это правильный способ в 21 веке решать какие-то проблемы? Я считаю, что если правильный способ доказывать, что если Косово может быть независимым на основании решения парламента, причем здесь Косово, причем потому, что это прецедент, это международное право. Вы же говорите о правилах. Мы говорим о правилах. Константин Федорович, российские настроения в Крым 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 в Крым. Если вы интересуетесь на самом деле крымским вопросом, то вопрос-то заключается в том, что в течение всех этих лет независимости 2 миллиона крымчан были заложниками попыток выстроить российско-украинские отношения. Они всегда хотели в Россию. Будете спорить? Это неправда будет, если будете спорить. Они в 91-м году проголосовали за несколько месяцев до общесоюзного, до украинского референдума за то, чтобы восстановить республику Крым и стать участником союзного договора. Что это означало в январе 91-го года? Это значило выйти из союзной республики Украина, чтобы напрямую стать участником союзного. Почему? Потому что не хотели быть на этой Украине. И, пожалуйста, не опровергайте это, потому что я тогда буду считать вас людьми, которые живут в Зазеркалии. – Константин Федорович, факт остается фактом. – Факт остается фактом, вы провалили свою государственность на Украине, в Крыму, во всяком случае, точно. – Скажите мне, пожалуйста. – Больше мы такую ошибку не сделаем. За это не переживайте. Просто, когда вы говорите, что это не оккупация, то я просто хочу вам напомнить и спросить у вас, есть ли у вас медаль за возвращение Крыма, где написано 20 февраля 2014 года, где Янукович, это как раз то время, когда Янукович почему-то был в Киеве, подписывал различные соглашения. – У меня есть много разных медалей. – А за возвращение Крым есть медаль. Министерство обороны. – И даже у меня есть медаль, Министерство обороны. У меня есть моя собственная медаль, которую я издал по этому поводу. Там этого не написано, там только стоит дата референдума. Вот на моей собственной медали, за которой я... – Дело в том, что перед тем, как проводить референдум на этой территории, эта территория была захвачена военным путем. – Это бесконечный разговор, давайте вернемся к сегодняшнему. – Мы захватили ее военным путем, при том, что количество войск ваших было больше, чем наших. – Скажите, пожалуйста, вот этот разговор сегодняшний, то, что заявил Медведев, это что, окончательное обнуление переговорного процесса? – В нормадском формате будут вот эти полудохлые переговоры, которые ни к чему не приведут. – Так что, к сожалению, с этим руководством Украины в силу того, что оно сегодня... – Другого у нас нет для вас и не будет. – То есть все, сейчас это все невозможно, никакие – Во всяком случае это заявляет зам председателя Совета Безопасности Российской Федерации. – Тогда следующий вопрос. Я прочитал ваше интервью «Московские комсомолецы», по-моему, где вы уже говорили по этому поводу, по поводу статьи, по-моему, это... И меня сильно изумила ваша как раз уже риторика, сильно изумила, потому что депутат Государственной Думы человек... – У вас все время изумляет что-то, я заметил. – У вас есть способность к изумлению, несмотря на столько лет наблюдения всех этих событий. Иногда изумляюсь. – Что вас изумило? – Так вот, изумило у меня следующее. Вы государственный человек, а практически говорите о том, что надо обращаться к народу и что-то такое делать для того, чтобы активизировать эту самую смену власти выходит. Как вы можете такое говорить? – На самом деле я не настолько зациклен на то, чтобы активизировать смену власти, я за то, чтобы голоса людей, которые считают по-другому, инакомыслящих на Украине были учтены в политическом процессе. – У нас есть партия ОПЗЖ по этому поводу, представлена в парламенте. – Даже ту самую ОПЗЖ, которую я, если вы читали мое выступление, совершенно не преувеличиваю у нее значимость невозможности. Но на сегодняшний день они находятся в политическом подполье или полуподполье. Потому что сегодня, ради того, чтобы избраться на следующий срок, ради того, чтобы зачистить политическое поле, президент Зеленский на самом деле устраивает какую-то опереточную диктатуру на Украине с помощью того, что он создает неконституционный совет национальной безопасности и обороны. – Давайте не будем углубляться, у нас тоже такие зачистки, что мы можем фору дать, просто можем дать фору. – Нет, ну тогда давайте, смотрите, мы начинаем обсуждать Украину, говорят, нет, у нас что-то другое. Мы Украину обсуждаем или нас? – И нас, и Украину. – А, давайте еще Америку обсудим с Афганистаном. Вот тут странно. Вот то вы говорите, не надо обсуждать, потому что – Просто вы напираете на то, что Зеленский создал некую диктатуру, а у нас какое управление? – А еще шляпку надел. – А у нас какое управление? – Послушайте, у нас будут выборы. – Если вы хотите по этому поводу поговорить, давайте поговорим. – В следующий раз, да. – В следующий раз. – Если вы хотите говорить по Украине, вот я про нее и говорю. Я считаю Украину кровным делом, считаю, что на самом На самом деле, то, что происходит на Украине, это трагедия. Я сочувствую украинцам, на самом деле. Украинцам? Украинцам и украинцам тоже. И русским сочувствую на Украине. Я считаю, что, да, это, наверное, не очень было, может быть, не совсем, ну, я уже сказал, что в стилистике мы тут можем расходиться, правильно писал Медведев или нет. Да я теперь про Ваши уже слова говорю. Про Ваши интервью. Это не касается Украины, только Крыма касается? Это касается, подождите, Вы хотите сказать, что когда российские представители очень сильно обижаются, почему русские не являются коренным народом в Украине, тогда согласно этому закону украинцы тоже не являются коренным народом Украины. Но Вас почему-то это не смущает. А там касается исключительно Крыма и исключительно крымских татан. И не надо в данном вопросе манипулировать. Это вопрос о том, кто является коренным народом на Украине. В этом законе выставлен удивительный принцип, по которому коренным не может быть народ, у которого по соседству есть государство. Это написано в Вашем законе. Причем тут Крым. Значит, это вранье и это абсолютно новая вещь для любого специалиста по делам национальности. Давайте почитаем определение в энциклопедии, что такое коренные народы. То есть, Соединенные Штаты не могли бы стать самостоятельным государством на том основании, что существует Англия. Не могли бы стать. Турция, конечно, которая Вам так нравится, если продает Вам барьерактары, конечно, не имеет права рассматривать турок на Кипре отдельным государством, потому что есть же государство Турция. Вы это написали. Вы что тень на плетень наводите? У Вас закон о языке что говорит? О том, что уже не существует такой проблем. Константин Федорович, давайте вернемся к Вашему предложению. Да, давайте. Не существует такой проблем. Что Вы предлагаете? Вам не нравится вывод, который сделал Медведев, а Вы предлагаете? А я предлагаю вести работу на Украине таким образом, чтобы это государство пришло, наконец, к необходимости провести такие внутренние реформы, которые позволили бы всем людям без конфликта на ее территории существовать. Вмешательство во внутренние дела. Да, вмешательство во внутренние дела, которые осуществляют все во всем мире. И об этом заявляем просто. Попытка у Вас была и закончилась корочестью. Я так понимаю, вопал. Я все 90-е годы пытался, между прочим, не требовал ни Крым, ни Севастополь обратно в Российскую Федерацию, говорил, дорогие украинцы, для того, чтобы Вам удержать Украину в этом составе, в котором она возникла как независимое государство на обломках Советского Союза, для этого логично было бы с Вашей стороны провести аккуратную федеративную реформу. Предоставить тому же Крыму, например, права, такие, которые мы подписали, когда в 1994 году договаривались с Татарстаном. Это федеративный договор. На этом основании меня объявили врагом украинского народа, депортировали, объявляли персонами Нонграда и так далее. Я не требовал ничего назад. Вы говорите о договоре. Да, я бы вступал против ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, потому что заранее знал, что он фальшивый договор. В нем все, что интересовало Украину, только пункт второй, о границах. Но если Вы согласились в этом договоре оговорить границы, то в таком случае, чего Вы теперь удивляетесь? Нет дружбы, сотрудничества, партнерства, нет на самом деле и границ, признания полноценного этих границ. Вот что происходит. Если Вы их спагетировали, мы их спагетировали. Понятно, что стоит подпись президента России. Я просто хочу Вам напомнить про дружбу. Сначала Россия оккупировала часть территории Украины, а потом все это обрушилось. Сейчас я предлагаю Вам обратиться к современным проблемам. Современные проблемы заключаются в том, что Вы развалили свою экономику попыткой вести торговую и прочую войну с Россией. Попытками наложить санкции на торговую. Обвиняете своих собственных политических деятелей в том, что они имели такую наглость торговать между одной частью Украины и другой, и вообще с Россией иметь какие-то отношения. Вы губите свою экономику. Вы сегодня стоите перед перспективой того, что люди на Украине будут замерзать, но Вы при этом, Вы же гордые, Вы независимые, Вы не хотите ни прямых договоров с Россией, ни договорён, потому что Вам смертельно не хочется. На самом деле, хоть в чём-то, вот это своё чёрное знамя, борьбы с Россией не на жизнь, а насмерть смертельно, да Вы надорвётесь бороться с Россией. Так мы не сворачиваем свои знамена. Вы просто, если Вы поставили на бесконечную борьбу с Россией, на Украину, как не Россию, а антироссию и так далее, надорвётесь просто. Константин Фёдорович, эти определения, которые Вы используете, их все придумали в городе Москва, и всё это связано, вот эти вот претензии в адрес Зеленского на самом-то деле. Вот почему прошло вот сколько, чуть больше двух лет после вступления Зеленского в должность, и тут на него так все ополчились. Ну, давайте просто посмотрим, как начиналось президентство Зеленского. Да, он молодой, может быть неопытный, не такой опытный, как Константин Фёдорович в политике, который искушённый во всех тонкостях украино-российских отношений. Он пришёл с простым тезисом, давайте прекратить стрелять, давайте прекратим войну, просто её остановим. Но когда начались переговоры с Российской Федерацией, оказалось, что чтобы это сделать, то нужно идти на политические уступки, и нужно признавать оккупационные администрации, именно исполнять Минские соглашения в этой трактовке, которая неприемлема для Украины. Потому что то, что предлагает Кремль, это не предполагает реинтеграцию Донбасса в Украину. Точка. И это в этом... Ну, как раз Кремль-то это и предлагает, и под этим... Что значит это предполагает? Послушайте, вы, с одной стороны, не хотите стрелять, а с другой стороны, отказались разводить войска по всему периметру. Это же было. Вам сказали, давайте мы разведём это, чтобы они физически друг друга не стреляют. Давайте без вот этого избирательного анализа. Вот именно без этого избирательного анализа я под тобой призываю. Вы на правильские соглашения. Ну, так это главные пункты безопасности. Там написано, откуда та сторона, которую мы называем Россией, а вас там нет. Ну, там почему-то люди из российской военной формы. Куда они должны отводить войска? Скажите, пожалуйста, откуда мы взяли такую трактовку? Куда они должны отводить войска? Там написано в этом пункте. Я что-то не вижу ни разу в России, чтобы кто-то сказал. Там написано, что на уровень Минских соглашений один. Это далеко за Дебальцево. Но после того, как Путин поставил свою подпись под соответствующим заявлением, российская армия ещё три дня продолжала наступление на город Дебальцево. И потом... Это было когда? При Зеленском, что ли? Вот Зеленский пришёл и говорит, я не хочу воевать. И после этого выясняется, что на самом деле... То есть вы хотите, чтобы Украина выполняла Минские соглашения именно таким образом, чтобы Украина дальше драмова? Я хочу, чтобы она вообще хоть какие-нибудь соглашения когда-нибудь в истории своей выполняла. Понимаете, она никогда их не выполняет. Вы требуете... Никакие соглашения. Вы требуете капитуляции. Да не требуем мы никакой вашей капитуляции. Ваши требования абсолютно необоснованы. Какой показательный разговор. И то, что у нас будет немножечко этой зимой, очевидно, проблемно, не без этого. Ну, надо к зиме готовиться к летам. Мы все это подняли в важную. Ну да, да. Но, вы знаете, не первый раз, Константин Фёдорович, российские представители, и вы в том числе, по сути, выступаете с ультиматумом в адрес Украины. У меня никакого ультиматума нет. Не хотите, наш газ не надо. Давайте останавливаться. В одном из эфиров вы сказали, что Украина сама не развалится, и ей нужно помочь, потому что это вражеское государство. Если я вас цитирую... Да, вы меня не цитируете, вы меня перебираете в очередной раз. Я сказал о том, что... Я к этому эфиру ваши слова подверстаю. Если Украина вражеское государство, но никакой заинтересованности у России при успевании этого государства Украины быть не может. Это дважды и двадцать четыре. Остановились. Если оно враждебное. Всё, наше время вышло. Напомню, что здесь были... Возьмите друг друга. Да, Роман Цимбалюк и Константин Затулин говорили о... Оттолкнувшись от статьи Дмитрия Медведева, говорили об отношениях России и Украины. На мой взгляд, очень показательный... Отношений нет. Показательный разговор, отношений нет. Это правда. Юрий Георгиевич, у меня сложилось впечатление, прослушав всё это дело и вспомнив статью Медведева, Я подумал, что всё-таки это констатация дипломатического провала, в котором в первую очередь виновата Россия, потому что мы не умеем выстраивать эти самые отношения. Как у тебя ощущения? У меня печальное ощущение, что мы вообще поругались со всем миром и с Украиной в том числе. Всегда можно найти правых виноватых, но факт остается фактом. С Грузией поругались, с Украиной поругались, но со всеми переругались. Это называется не поругались, это называется захватили часть территории соседних стран. Ну, это не будем уже даваться. А потом украинцам и грузинам говорят, а почему вы нас так не любите? Ну, что же вы не послушали меня и не федерализировали Украину? Ну, всё, нас сейчас выгонят из студии новостей. Да, всё, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Интересно было вас слушать со стороны. Как-то ты заслужил.